Банкиров называют одними из самых осведомленных специалистов в экономике, а потому их мнение о ситуации в стране в условиях введенных санкций интересует многих. Участники же форума, дабы не нагнетать ситуацию, о санкциях практически не говорили, а только отметили, что на работу большинства банков введенные ограничения практически никак не влияют. Да, безусловно, мы все ощутили нехватку рынка капитала, но все работают спокойно, стабильно. И прямой непосредственной зависимости, сильной зависимости у многих банков, за исключением крупных, от внешних рынков все-таки никогда и нет. То, что санкции никак не повлияют на их бизнес-деятельность, считает около 70% банкиров. Но при этом, отмечают специалисты, теперь для развития экономики вместо внешних источников нужно будет искать внутреннее. Под залог крупных инвестиционных проектов деньги уже готов выдавать Центробанк. К тому же, отмечают банкиры, деньги, направленные на инвестиции, сдерживают инфляции. Ожидают многие эксперты и рост внутреннего валового продукта. Связано это с интенсивным развитием отечественной промышленности. Отмечается в стране и рост грузооборота. Ожидаются высокие показатели в сельском хозяйстве. Сама же банковская система достаточно устойчива и в ближайшее время будет заниматься кредитованием. Темпы роста кредитования увеличиваются, экономика получает поддержку. Благодаря этому и экономика будет развиваться, а значит у людей будет работа, будут зарплаты. И они смогут эти свои заработные платы спокойно нести в банки, во вклады и не переживать за то, что там что-то с ними случится. Беспокоит население в последнее время и вопрос колебания валюты. Сейчас успокаивают специалисты объективных факторов. Для ослабления курса рубля нет. Скачки же происходят по известным причинам. Держите свои средства в той валюте, которую вы тратите. Если вы тратите в рублях, то лучше вклад формировать в рублях и больше выиграете на процентах. Тем более процент по вкладам сейчас выше инфляции. Значит вы сможете изберечь свои средства и даже приумножить. Есть и вопросы, которые банкиров беспокоят. Это рост просроченного кредитования, снижение ликвидности и достаточности капитала в банковской системе. В целом ситуацию участники форума называют стабильной и уже в октябре соберутся на финансово-инвестиционном крымском бизнес-форуме, где обсудят новые возможности экономического развития Крыма.